Если через год не будет прогресса в переговорах с Россией по Донбассу, Киев выйдет из них, заявил украинский лидер в интервью Британская Гардин. При этом год, по словам Зеленского, отчитывается от декабрьского саммита Нормандской четверки. Как это заявление рассынили на Смоленской площади и аналитики. Зеленский выдвинул ультиматум, а в интервью Британская Гардин украинский президент заявил, что если через год не будет прогресса в переговорах с Россией по Донбассу, Киев выйдет из них. При этом год, по его словам, отчитывается от декабрьского саммита Нормандской четверки. «Я не отдам мои пять лет, которым не дал украинский народ на работу надминскими соглашениями», отметил Зеленский. У него есть два-три плана на случай выхода из переговорного процесса. В чем они заключаются, он не пояснил. О каких вариантах может идти речь, и почему именно сейчас Зеленский выступил с таким предупреждением, рассуждает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Крайсев. Потому что непонятно, состоится ли в апреле месяце встреча в Нормандском формате. Зеленскому она очень нужна по политическим и электоральным соображениям. Ему нужно еще раз засветиться в хорошей кампании, показать украинским избирателям, что он борется за мир, что нужно решить конфликт. Ну а учитывая то, что устами высшего политического и дипломатического руководства России были заявлены, или скажем так, мы слышим скептическое отношение к возможности такой встречи, то понятно, что сейчас нужно Зеленскому активизировать вот этот дискусс того, что ему за год нужно решить этот конфликт. Ну и еще один момент. Он заявил о том, что в этом году необходимо провести выборы в местные органы власти и в контексте выборов в местные органы власти провести выборы на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской области. Россия не против выборов, но требует, чтобы перед выборами были внесены изменения в Конституцию по поводу особого статуса неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской области. Пока у Зеленского не получается это. Нет желания, нет возможности внести изменения в Конституцию. Поэтому здесь тоже обостряется ситуация, ставится ребром вопрос. Либо Россия идет на уступки по особому статусу и по необходимости скорректировать частично Минские соглашения, в части их выполнения. Либо Украина выйдет из этого переговорного процесса и будет искать какие-то другие модели решения Конституции на зазвати. Но скорее всего это заборозка конфликта. Он говорит о том, что есть три возможных варианта развития событий, в случае если соглашение добиться не удастся. О чем может идти речь? Первое, это замораживание конфликта. Это может быть военное решение конфликта. Это может быть ситуация нынешняя. Ни мира, ни войны. И продолжение вот такой оптной позиционной войны нынешней линии разделения. Владимир Карасев, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруттер считает, что последнее заявление Зеленского связано со сменой правительства на Украине. В Украине есть новое правительство и скорее всего в ближайшее время появится новый прокурор. Это означает определенную смену. Вех, конечно, а не эпох в украинской власти нынешней. Поэтому Зеленский решил в интервью достаточно влиятельной британской газете как бы этот новый курс определить или объяснить. И поэтому он, собственно, и начал историю с новыми подходами, скажем так. Это надо понимать достаточно буквально. Если он что-то сможет сделать, он сделает. Он же не случайно сравнил Украину с дырявым кораблем, который все время затыкают. У него не может быть никаких возможных планов. А возможные планы определены формулой безальтернативности соглашения Минск-2. Когда одна сторона говорит, вообще-то мы за Минск-2, но у нас есть альтернативы, то значит она против Минск-2. И это так надо понимать. Никаких здесь паллиативов нет. Если Украина де-факто говорит о том, что она Минск-2 не соблюдает, то значит, что она его не соблюдает со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть все остальные участники, и в первую очередь Россия, могут тоже принимать односторонние меры. Что касается остальных вариантов, более силового разграничения и всего такого прочего, они противоречат тем соглашениям, которые украинская власть подписала, и которые не дали, как во время последней встречи в нормандском формате, обязалась соблюдать. Владимир Брутер, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, так прокомментировала заявление Зеленского в Фейсбуке, цитируя, в общественном транспорте на окнах запасного выхода написана инструкция, вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты, выйти не получится. Конец цитаты. Первый премьер комом Владимир Зеленский сменил правительство Украины. Новую главу Кабинета Министров утвердила Верховная Рада. Это Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность вице-премьера. Обновился и состав Кабинета Министров. МИД возглавил бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, Минобороны, уроженец Германии, генерал-лейтенант Андрей Таран. Глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. О новом украинском правительстве Андрей Ромашков. 35-летний премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке утром в среду, а к вечеру в стране уже появился новый глава Кабмина, 44-летний Денис Шмыгаль. Шмыгаль родился во Львове, учился на инженера-экономиста, работал бухгалтером, директором инвесткомпании и руководителем ТЭС. В 2014 году проиграл выборы в Раду, годом спустя во Львовский облсовет. Зато в этом году был замечен командой Зеленского, возглавил Ивано-Франковскую обладминистрацию и вскоре стал вице-премьером. Как указывает Би-Би-Си, еще несколько месяцев назад в украинской политике ошмыгали и слыхом не слыхивали. Почему Зеленский выдвинул в премьеры настолько малоизвестную фигуру? Объясняет директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев. Не с кого выбирать, потому что есть два серьезных ограничителя. Во-первых, Зеленский следует от своей установки, что ключевые должности, по крайней мере ключевые должности в стране, должны занимать люди новые. Выходцы не из старых элит, а вот он формирует свою элиту. Мало таких людей, которые были бы и неизвестны, и молодые, но уже и опытные, могли бы иметь управленческий опыт. Ну и, во-вторых, есть ограничения в связи с законом иллюстрации, который был принят в 2014 году. Все, кто работал больше года при Януковиче, не могут занимать государственные должности в течение многих лет. Так что вот эти два ограничения, они, конечно же, делают выбор скудным, не искалого выбирать. И вот тогда появляются вот такие, скажем, опять темные или затемненные лошадки, как Шмыгаль. Выступая в Верховной Раде перед голосованием по кандидатуре премьера, Зеленский заявил, что Украине нужны новые мозги и новые сердца. Как вылился украинский лидер, предыдущее правительство знает, что делать, но знать мало. Сам Шмыгаль заявил депутатам, что его приоритетом будет завершение войны в Донбассе, что реалистично, и возвращение Крыма. Каким будет новое правительство Украины? Комментирует украинский политолог Петр Олещук. Поскольку никакой особой ценности именно правительство Гончарука для Зеленского не представляло, при этом мы видим, что сейчас продвигается идея, что вместо вот этих вот самых представителей разнообразных грантовых структур правительству должны прийти профессионалы. И упоминаются уже сейчас многие фамилии из людей, которые ранее занимали должности в органах исполнительной власти. То есть очевидно, что это изменение идеологии, переход к идеологии, что все-таки более профессиональное, более технократическое правительство. И в этом контексте большинство министров, очевидно, будут заменены другими. Ну, разные варианты могут быть. Но я думаю, что, наверное, две трети все-таки состава Кабмета министров будет изменено. Хотя фракция «Слуги народа» в Верховной Раде может утвердить правительство самостоятельно, другие партии уже начали выдвигать требования к новому кабинету. Один из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук призвал Зеленского в первую очередь заняться изменением внешнеполитического курса. Тем не менее, по мнению члена Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдана Беспалько, назначение Шмыгаля мало что изменит. Как цитирует ТАСС, украинская политика формируется сложившейся после Майдана системой, а не какими-то персоналиями. То есть первый вопрос вы запомнили. Значит, уже закончили мы экономическое развитие сразу. Второе. Какие лозунги будут главные? Он сказал, что мы будем поддерживать тинности Майдана. У меня нет больше вопросов на этот вопрос. Положительно он сказал, что мы проиндексируем пенсии, но не знает, когда это сделает и как. Ну, знаете, первое впечатление – шила на мыло. Вот первое впечатление. Мало того, я даже начинаю сомневаться в целесообразности уже и этого, потому что если изначально, еще не пришедший, человек такое говорит, я попытался, он сказал, что мы будем вести децентрализацию, я ему объяснил, что децентрализация тут же приводит практически к концу наших мирных вообще всех поползновений, потери Донбасса, ну, покивали головой. То есть президент Зеленский опять предлагает нам премьер-министра, который будет заниматься ценностями Майдана и воевать со страной-агрессором. Вот что мы получаем в новом правительстве. Я считаю, что подведенный итог, наша фракция ни одного голоса не отдаст за новое правительство. Ни одного. Это такое же правительство, как и было. Я даже бы сказал, что это даже не продолжение правительства Гончарука, это продолжение правительства Порошенко. Вот все. Якусь. Как вообще до Шмогеля относится? Он не сможет сделать то, что не сделал Гончар? Знаете, я только что подробно сказал, что он сделал. Если довести до конца все остальное, то есть разрушение страны, да, может быть, и сделает. Если он действительно пойдет тем путем, который он сказал, ребят, это совсем гоплык, да, это все. Сейчас надо спасать страну, он говорит, мы сейчас полнотную, он сказал, займемся коронавирусом. Вот, единственное, что, да, там сказал, что уже Палачвина поотказалась в этом правительстве. Я так понимаю, что никто не хочет там пока работать. Уже нет Плачкова, уже Милованова тоже нет, он хочет уйти. То есть дебил Милованов не хочет работать в новом правительстве. Потому что считает его... То есть я уже не знаю, куда мы идем. А он хочет в инженер-министерство? Да пусть его... Не-не-не, он уже не в министерстве, он хочет на повышение, в администрацию президента. А скажите, вы заглядите на юг? Продолжение следует...